выкладывать то что снималось не сегодня и не вчера сегодня у меня на обзоре серфовая палка инструмент которым ловят на море прошу прощения это вот такая вот полчоночка вот так называется hunter long surf кому надо остановите прочитайте вот она до 500 грамм с такой очень мощной ручкой хватом приблизительно так сейчас замеряю до до средины катушка держателя 600 миллиметров или 60 сантиметров кому как угодно большой мощный катушка держатель красивая wind динчеки это телескоп я его уже взвесил весит он 480 грамм вот очень интересная конструкция входного кольца она складывается так нажимаете 1 и колечко сложилось для транспортировки раз разложили там такой пазик есть она все очень мощная вот такой вот здесь чехол на него чехол очень мощный это не такой там полу целлофан это хороший такой пластик мощный то есть это не какая-то фуфлыжная хрень которая обычно может быть на китайских марка начать вот такие с обратной стороны тоже обозначение кому надо сделайте паузу скушайте твикс у кого он есть начать 492 заявленная длина 5 метровая отдельно остановлюсь на колечках поскольку вернее на их монтаже поскольку это телескоп для моря и чтобы бросать 500 грамм и вот здесь вот все не раскрошилось кедрение фени естественно нужно усиление усиление здесь но если здесь скажем так обмотка с такой пласть в общем это пластиковый наконечник который одет плюс может быть даже пластик сверху а тут сложно сказать ребята даже под лупой может быть это такой ну как бы вам сказать либо алюминиевый или какой-либо какой бандаж ну то есть трубка на которой одет вот это вот пластиковая конструкция для того чтобы точно сказать надо это все похерить разрезать но в принципе видны следы монтажа поэтому под лук прошу прощения и так сделаны все кольца вот повторяюсь видите это не обычные обмотки не ниткой лак тут все усиленно все кольца на трех лапах на втором колени втором не на последнем сверху вот такой бегающий монтаж кольца с усилением то есть поскольку длина этого колена мощная большая вот то сделано таким образом начать на потрях на эту палку могу сказать следующее меня длина комнаты позволяет даже длиннее палки трусить я бы не назвал это фастом но и чистым модератом я тоже не назвал я бы назвал чего-то среднем между модерат и фаст и ну не знаю в общем короче это палка строя среднесложного я бы так назвал которая позволяет с разбега бросить ну или с хорошего замаха бросить тяжелый груз кто ловил на море те знают для кого я рассказываю что это такое когда надо иной раз даже с разбега бросать если дистанция заброса большая то пеленгаса ловил у нас на азовском море тот знает о чем я говорю в общем вот такая вот полчонка естественно не может стоить 10 долларов потому что ну сами видите сколько здесь работы сколько здесь труда то есть палка не будет на конечно не будет такая дорогая как какие-то фирменные но опять я не беру самый легкий там самый прошу прощения дешевый сегмент у брендовых вещей в общем кому надо тут оценит и сделает выводы сам никого не говорю ни к одному ни к другому вот такая вот полчоночка в конце могу что сказать снимал это видео скорее всего для себя сегодня у нас 24 марта месяц сегодня ровно месяц как идет война в моей украине я прошу прощения у тех кто сидит в подвалах под непрерывными обстрелами бомбежками такие люди есть лично мне знакомые в том же харькове вот не знаю нужно это им или нет вряд ли это и нужно это скорее всего нужно мне я сам это снимал для себя потому что нужно все-таки голову разрушать у нас тоже есть попадание есть жертвы есть разрушение постоянные тревоги воздушные беготня в подвал с подвала все это присутствует но есть места в которые гораздо хуже не говоря уже людях которые на фронте не знаю у меня есть еще видео которое я снимал еще до войны где я бритый я немножко по-другому выгляжу я не знаю нужно это кому-то или нет и выложу ли я вообще это видео или нет и этого тоже не знаю напишите мне кому это нужно и я что-нибудь сниму еще не знаю на рыболовную тему или на другую тему я не знаю я вообще сейчас ничего не знаю день прожил и слава богу а если в этот день еще удалось сделать что-то полезное для других людей для наших защитников это вообще хорошо я вот когда включил камеру я даже не знал как сказать сказать добрый день так он нихрена не добрый хотя светит солнце прекрасная погода и некоторые у нас особо отчаянные даже умудряются на рыбалку сходить на несколько часов сидят даже под воздушной тревогой под сбитыми ракетами и так далее вот все таки жизнь продолжается и и будем жить ребята